Добрый день, уважаемые посетители информационного портала Уллправда.ру. Это программа «100 вопросов» и сегодня с нами уже не в первый раз руководитель группы компании «Герасимов» Сергей Герасимов. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам в голову пришла идея участвовать в конкурсе на замещение должности мэра города Ульяновска? Я живу в городе уже много-много лет и считаю, что город достоин, чтобы у нас здесь произошли существенные положительные изменения. Потому что многим то, что сегодня уже состоялось, то, что сегодня сформировалось, не нравится. Мне тоже. Сергей Алексеевич, зачем вам, одному из крупнейших бизнесменов города, политика? Ведь вы можете решать вопросы, и будучи... Давайте будем говорить о том, что политика у нас в области один. Это наш губернатор Сергей Иванович Морозов. А мэр города, глава города, глава администрации города – это хозяйственник. Это человек, который занимается текущими вопросами, начиная от текущих или неисправных труб и заканчивая благоустройством, уборкой снега. То есть это вот, на самом деле, дворник большого-большого хозяйства, если так говорить. Политики здесь нет. Это хозяйство. Что полезного вы сделали и продолжаете делать для региона? Ну, я считаю, что самая главная польза от нас – это то, что мы своевременно и полностью платим налоги региону от своей уже многолетней деятельности. Уже более 26 лет существует первая организация, которая положила основу в нашей группе компаний. И за это время, конечно, выплачена колоссальная сумма налогов для того, чтобы регион, город могли жить, развиваться, двигаться дальше. Ну, полезное то, что мы и социальные функции своей компании выдерживаем полностью. У нас нет задолженностей по заработной плате. У нас нет никаких сложностей в обеспечении коллектива всем необходимым. Ну, кроме этого, безусловно, та помощь, которую мы оказываем всем обратившимся практически, да, это вот тоже, я считаю, что тот вклад, который должен делать каждый человек, имеющий для этого возможность. А кто к нам обращается за помощью? Ну, круг очень широкий. От частных лиц до организаций. И какие проблемы? Какие их проблемы наиболее популярны? Ну, на самом деле, Диана, одна и та же проблема, да, не хватает финансирования, не хватает денежных средств, не хватает какой-то материальной помощи. Вот, ну, если вы обратили внимание, шли по коридору, он весь в грамотах, в благодарственных письмах, поэтому я считаю, что это заслуга нашего коллектива, то, что мы не только зарабатываем сами, но и даем возможность от того, что имеем, людям помогать. — Сергей Алексеевич, известно, что в прошлом году вы подавали документы на конкурс, на замещение должности министра физической культуры и спорта Ульяновской области. Что тогда помешало вам одержать победу? На самом деле, ничего не помешало тогда одержать победу. Любой конкурс, и этот, там и не исключение, это конкурс условный. То есть, ну, на самом деле он условный потому, что, например, не определены критерии отбора, да, то есть, каким критериям конкурсная комиссия будет отбирать того или другого кандидата. И несколько кандидатов было в конкурсе на замещение должности министра, несколько кандидатов сейчас на замещение должности главы города Ульяновска. — Но сейчас вам известны критерии? — Нет, критерий до сих пор нет. Я поэтому говорю, все эти конкурсы, они достаточно условны. Это повод для того, чтобы обозначить свои возможности, да. А уже люди, которые определены для принятия решения по кандидатам, они уже должны принять то или другое решение. — Вас устраивает работа министра Лазарева? — Нет, не устраивает. — Почему? — Ну, дело в том, что существенных изменений не произошло. То есть, тех целей и задач, которые я вот считал бы, как для министра, пока не определено. Вот именно тех целей и задач, соответственно, к ним нет правильного пути. То, что единственное Лазареву удалось сделать, это снять вот эту напряженность между спортивной общественностью и министерством. Но я, насколько знаю, сегодня удовлетворения у спортивной общественности, полного удовлетворения от сотрудничества до сих пор нет. И не исключено, что будут на самом деле такие же непонимания, такие же будут отношения через какое-то время. — Сергей Алексеевич, вы часто избирались, но никогда не одерживали победу в политических состязаниях. Позвольте мне, пожалуйста, это на этом завтра. — Этим я отличаюсь от Ройзман, который говорит о том, что я ни разу не проиграл выборы. Да, я тоже ни разу только не выиграл выборы. — Сергей Алексеевич, поменяли ли вы что-то сейчас в тактике следования к победе? — На самом деле нет никакой тактики следования к победе, потому что, я еще раз говорю, нет критериев отбора, то есть нет конкурса как такового. И, скорее всего, конечно, кандидатура предопределена, та, которая победит на этом конкурсе. Но, тем не менее, значит, есть конкурс, есть возможность обозначить, я еще раз говорю, что желание участвовать в жизни города более активно. Поэтому захотят люди, обличенные властью, воспользоваться этой возможностью и привлечь к реализации тех планов по улучшению жизни в городе. Ну вот, это мое предложение, обращенное к ним. Хотя, на самом деле, считаю, что конкурс, в том виде, который они сегодня проводятся, это никому не нужное мероприятие. Я считаю, что правильным, если бы губернатор назначал главу города, нес ответственность за правильность своего выбора и, безусловно, был бы обязан его поддерживать. — 9 июня каждый из кандидатов представит свой 10-минутный доклад, свою программу. Скажите, каковы козыри вашей программы? — Да, на самом деле, никаких козырей особых нет. Дело в том, что и программой-то это вот так вот назвать сложно. Ну, Диана, давайте будем взрослыми людьми и честно себе скажем. Вот кто из людей способен сформировать полноценную, такую полновесную программу для такого сложного хозяйственного организма, как город Ульяновск, за там две недели. — Я согласна, это сложно, но тем не менее 7 кандидатов. При этом один из них, вы, утверждает, что предрешен исход выборов. Вы ведь так считаете? — На самом деле, я считаю, что выбор сделан. — Зачем тогда вы участвуете? — Я еще раз говорю, что я участвую для того, чтобы обозначить свое желание более активно работать на благо города. Если это кому-то надо, то этим можно воспользоваться. Потому что когда, знаете, как человек вроде бы хотел бы, но не обозначает свое желание, я свое желание обозначил. Если люди, которые занимаются этим вопросом, посчитают, что нужно меня привлекать, поскольку я обозначил свое желание, ну, позову, скажу, Герасимов, ты же вот заявился на конкурс главы администрации, давай там вот поучаствуем, поучаствуем. Я буду рад и все свои силы на это приложу. Но если это не будет востребовано, я как занимался, так и буду заниматься своим делом. Поэтому здесь, в отличие от некоторых других кандидатов, у меня с этой должностью особо ничего, скажем, материального или каких-то особых выгод для себя абсолютно нет. И их не может быть просто-напросто. Я, как говорят сейчас, самодостаточный, обеспеченный человек. Поэтому я могу работать там за один рубль, как Трамп работает там за один доллар. Я могу работать за один рубль в городе, в Лянске. Это ни на что не повлияет. Это не повлияет ни на мой уровень жизни, ни на что. Так назовите же ту фамилию, обладатель которой будет. Давайте дождемся решения конкурсной комиссии, увидим эту фамилию. — Володарский, Панчин, Седов, Брагин, Туровер, Брагин. — Вы же знаете фамилию, зачем мне спрашиваете? — Вы же герой программы. — Нет, я герой программы, но еще все знают эту фамилию. На самом деле, поэтому очень удивлюсь, если фамилия будет другой. — На Панчину намекаете? — Да не намекаю, а Сергей Сергеевич сказал об этом средством массовой информации. — Да, он тоже с готовностью идет. — Губернатор делал предложение, он согласился. Поэтому я считаю, что мы должны уважать мнение губернатора. И, ну, будем говорить, не самый плохой выбор, если так говорить. — Сергей Сергеевич, а кого из семи кандидатов вы считаете наименее конкурентоспособным, слабым, может быть, не готовым пока к выборам? — Знаете, я не хочу никого обижать. Дело в том, что вот у человека, который идет на определенную должность, а должность — это, в первую очередь, функция. Это не привилегии, это не статус, это не какие-то преимущества. Это функция, которую человек должен качественно выполнять. Он должен понимать сам, что он готов выполнять эту функцию. Ну, я далек от мысли, что вот раньше говорили, тезис ленинский, что любая кухарка может управлять государством. Ленин по-другому говорил, что любую кухарку можно научить управлять государством. Но я уверен в том, что кухарка управлять государством точно не должна. Учить кухарку надо, если она обучаема, если она может этому научиться, если она показывает возможность потом использовать эти знания на практике. Ну, каждый человек, который идет на этот конкурс, должен себе сказать, а что у меня за спиной, а чем я управлял. Ну, после этого, я думаю, что ответ каждый найдет правильный. — Сергей Алексеевич, вы большой поклонник здорового образа жизни. У вас есть два спортивных комплекса, которые популярны, которые посещают. Не скрою, я и сама одна из клиенток вашего клуба. Скажите, какие инициативы вы могли бы предложить городу для оздоровления населения? Ведь это один из главных пунктов, который обозначил даже президент Путин в своем первом указе. — Согласен, абсолютно. Только я хочу поправить, что не обязательно быть владельцем спортивного комплекса, чтобы вести здоровый образ жизни. Вы же не владелец спортивного комплекса, а, насколько я знаю, вы ведете здоровый образ жизни. Я этому искренне рад и готов способствовать. Но поскольку еще есть элемент бизнеса и волей-неволей пришлось как-то в эту проблему вникать, я считаю, что на самом деле государство мало уделяет внимания. А нацию надо, я понимаю, не просто пропаганда, а создание условий для ведения здорового образа жизни. Ведь наши комплексы, они коммерческие. Хотим, не хотим, мы должны выживать в этих сложных условиях. Ежегодно повышается плата за коммунальные услуги. Это колоссальные деньги. У нас там колоссальное количество воды, электроэнергии. То есть это миллионы рублей. И в любом случае это все перекладывается на плечи тех клиентов, на ваши плечи, хрупкие дианы в том числе, которые приходят в комплексы, вынуждены за это платить. И в какой-то момент может наступить такая ситуация, когда это будет просто для бизнеса невыгодно. Что тогда? Закрывать комплексы, лишать людей возможности. Я считаю, что государство должно принять целую программу действий. И вообще это государственное дело, оздоравливает население. Это частник может частично делать, но 98%. А что могло бы сделать государство? На самом деле оно должно выкупить все комплексы. Государственную собственность. Может быть даже на условиях того, что привлечь частников для управления, чтобы не создавать очередной груз для бюджета. Наш комплексы, они прибыльные. Поэтому если бы государство, например, в лице области или города их выкупило, то я думаю, что оно бы нашло возможность не гнаться за прибылью. А мы вынуждены это делать, потому что это бизнес, это неблаготворительность. И содержание, еще раз повторяю, что очень дорого стоит. Поэтому оно могло бы создать более комфортные условия, особенно для тех талантливых детей. Для тех детей, которые хотят заниматься, но у родителей не всегда есть финансовые возможности. Условно говоря, субсидирование тех же занятий. У нас старейшая школа плавни в автомобилисте. И год от года финансирование от города этой школы сокращается. С учетом того, что растут расходы на содержание, растут расходы на коммуналку. И все растет, есть инфляция, а расходы сокращаются. Что делает спортивная школа? Она сокращает количество дорожек, она сокращает количество детей, которых она может туда привезти. Это нормально, это здорово. Это город Ульянск, бюджет которого увеличивается год от года. У вас спрашивают, почему я иду на главу города. В июле будет конференция, посвященная вопросам здорового образа жизни, где каждому будет предоставлена возможность выступить с инициативой по здоровому образу жизни. С какой инициативой выступили бы вы, но с жизнеспособной? Вы знаете, это очень серьезный вопрос, потому что конференция, она не региональная же будет. Межрегиональная. Поэтому инициатива должна касаться не только ситуации Ульянской области, в Ульянской области, благодаря тем действиям, которые Сергей Иванович направляет на развитие спортивной инфраструктуры, она улучшается год от года. Не так, как хотелось бы, не сразу, но улучшается. Кстати, Сергей Иванович на встрече с жителями железнодорожного района, когда шли выборы губернатора, четко пообещал. И вот оттуда у меня вот эта мысль-то и родилась, что губернатор тоже знает, как это делать. Он сказал, что мы выкупим этот комплекс у Сергея Алексеевича, сделаем его государством, построим там крытый футбольный манеж, который позволит жителям района полностью удовлетворить свои потребности в выздоровлении, в ведении здорового образа жизни. Я думаю, что с учетом сегодняшних трудностей, некоторые экономички, это чуть-чуть оттягивается. Но я уверен, что Сергей Иванович сохранит это желание и реализует эти планы на практике. Сергей Алексеевич, вы лихо оперируете понятиями частный, государственный. Город сотрясают скандалы, связанные с управляющими компаниями. Вы считаете, за какими компаниями будущее? Частными или государственными? Вы знаете, в свое время правильная была идея, абсолютно правильно, это создать государственную управляющую компанию. Но что на самом деле, наверное, людей останавливает от реализации этой идеи? Ну, любое государственное, это вот как-то ментальность у нас за последние несколько десятков лет сложилась, это ничье. Отсюда и выроство, злоупотребление. Мы прекрасно знаем, что не всегда эффективно государственные структуры ведут свою деятельность. Но это вопрос управления и контроля. Поэтому я считаю, что паритет государственных и частных компаний, он должен быть, но он должен быть не перекошен в чью-либо сторону. К сожалению, у Ульянска эта проблема встала во весь рост с учетом того, что были недобросовестные управляющие компании, которые просто обманывали и продолжают некоторые обманывать население, и воровали, и уголовные дела. Не одно, а несколько уголовных дел свидетельствуют именно об этой ситуации. Поэтому здесь нужны очень серьезные реорганизационные изменения. Во-первых, нужно изменить правила игры, то есть изменить отношения, потому что есть любимчики, и я думаю, что эти любимчики, они не совсем бескорыстно любимы, а есть нелюбимые. То есть, и вот здесь коррупционная составляющая, наверное, она является такой помехой, играет определяющую роль. Сергей Алексеевич, по плотности застройки Ульянск очень сильно отстает от городов-лидеров. На окраинах возведены огромные районы, Юго-Запад, Репино, Новый город, а между ними двухэтажные застройки. Автозаводская, проспект Гая, дачные поселения. Понятно, что строить в поле застройщику выгоднее, не нужно расселять. Вот если бы у вас были такие полномочия, если бы вы стали главой города, вы бы смогли решить эту проблему? Вы знаете, уже столько наворочено в этой сфере, да, город загублен, вот в архитектурном, в градостроительном смысле, город загублен. И исправить это очень тяжело, возможно, но тяжело. То есть мы, мало того, что застройка, мы вообще перед транспортным коллапсом стоим, да, что уже периодически наблюдаем. Вопрос-то в застройке в том, что строили абы как, кто во что гораздо, да, и уверен, и знают точно, что за это платили чиновникам. Это вина чиновников, это вина тех, кто в городе работал, отвечал за это поприще, да, за это направление. Это их вина, то, что произошло сегодня. Но если говорить о какой застройке вести речь, то, ну, во многих благоустроенных городах застройка вообще она не высотная, она малоэтажная. То есть комфортно жить человеку, я считаю, да, в малоэтажном доме, да, чем вот высотном. Но экономичнее жить высотном. Поэтому должны быть, наверное, места, где и малоэтажная застройка, особенно речь идет о центре города. У нас мы сохранили определенные исторические потенциалы своего города, но нельзя, наверное, все-таки вот так вот огульно как бы говорить о том, что вот... А как вы относитесь к точечной застройке? К точечной, к правильной точечной застройке отношусь хорошо. Вы затронули тему транспорта. Во многих сильных городах отказались от трамваев, тем самым дав магистралям 2-3 полосы для движения автомобилей. Наш трамвайный парк немножко устал. Вот как вы считаете, следует ли нам отказаться от рельсов? Знаете, есть слово устал, а есть слово устарел. И морально, и материально. И трафик не очень высокий. Вот это так, да. Ну, на самом деле, я же не зря сказал, что город стоит перед опасностью транспортного коллапса. Да, это давно уже назревший вопрос. И вот когда мы говорили с вами о программе, какую программу Герасимов предложит городу за две недели, сосредоточив там все свои возможности. Ну, я могу тезисно сказать, что это один из вопросов, транспортный вопрос, который должен решаться главой администрации в ближайшее время очень серьезно. И с привлечением очень серьезных специалистов для того, чтобы его решить правильно. И трамваи, да, либо маршрутные автобусы, да, не те маршрутные такси, которые уже все тут притчевоязыцы, да, нормальные маршрутные автобусы. Вот это вопрос такой грамотного, профессионального подхода и решения. Сергей Алексеевич, а есть ли идеи, с которыми вы, как авторитетный управленец, выходите к городским, региональным властям, дожимаете их и добиваетесь своего для блага города и региона? Ну, периодически такие вопросы возникают, и мы, главное, что находим понимание. Но больше мы находим, конечно, понимание на уровне области, да, потому что там как-то люди оказались более доступны вот именно для того, чтобы объяснить суть этих вопросов. Сергей Алексеевич, наш регион и демографический кризис идут рука об руку. Рождается мало детей, ну вот благо вы... Помогают, да, регионам. Держите руку на пульсе. Молодежь уезжает. Какие меры социальной поддержки могли бы помочь выйти из демографического кризиса? Знаете, вот меры поддержки, они на самом деле достаточно понятны, но в то же время сложны. В первую очередь это уровень оплаты труда, да, то есть почему люди уезжают? Люди уезжают не для того, Москву, например, да возьмем, я сколько вот своих знакомых спрашиваю, говорю, вы уехавших в Москву, вы в театр ходите? Нет. Вы на выставке ходите? Нет. А что вы делаете? Мы работаем. Понимаете, вот они работают, по три часа перемещаются до работы и домой, и в итоге якобы едут за деньгами. Ну, больше кто-то зарабатывает, меньше кто-то зарабатывает, это кому как повезет. Вы сейчас про миграционный отток, а что делать, чтобы рожали? Ой, вот давайте так сначала поговорим для того, чтобы те, кто родились, остались, да, для этого нужна комфортная среда. То есть нужны и, слава богу, вот сейчас с садиками вопрос-то практически решили, какая проблема стояла сколько лет, да, людям, ну от того, что родили, а куда девать ребенка? Вопрос с, давайте поэтапно, значит, ну, во-первых, чтобы люди рожали, обстановка должна быть экономическая другая, у людей должны быть деньги, они боятся заводить детей, это первый вопрос. Второе, они нашли деньги, завели ребенка, ну, родить люди должны в нормальных условиях, все-таки пока еще в наших роддомах не идеальная обстановка. При всем том, что я знаю, что и министры, и руководители этих родильных домов, они принимают все возможные меры к тому, чтобы было хорошо, но обстановка в роддомах в Самаре и в Казани вынужден как бы изучать эту ситуацию ввиду, так сказать, своей семейной ситуации. Вот там бы лучше, да? Ваши дети и внуки рождались в Ульяновске? В Ульяновске. Все? В Ульяновске. Все, пока все. Ну вот сейчас мы стоим на пороге, как бы, еще дополнительного прибавления семьи и рассматриваем вопрос все-таки о рождении в другом месте. То есть Москва далековато, хотя это на самом деле идеально, а вот Казани и Самара, это вот те вопросы, которые мы должны будем рассматривать. Я видела вас с очаровательной супругой Натальей на открытии кинофестиваля, заметила, что вы ожидаете еще малыша, и я сбилась уже со счету. Ну, у меня пять сыновей на сегодня, мы ожидаем еще сына и дочку. Да вы что? Сергей Алексеевич. Я всегда говорил о том, что дочек у меня не бывает, и даже приглашал, так сказать, желающих, если у кого-то вот прямо есть цель и задача по сыну решить вопрос, да, но я мог бы как бы помочь с этим, да. Но вот сейчас оказалось, что я немножко преувеличивал, поэтому уже я снимаю это предложение. Я буду держать кулачки, чтобы в ближайшем будущем свет увидела маленькая Герасимова. Сергей Алексеевич, спасибо вам огромное за интервью, хороших вам новостей. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Дорогие друзья, это была программа «100 вопросов». Смотрите нас на улправда.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»